Всем привет! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад. Второй прогноз на март месяц. Знак Зодиака Водолея. Итак, давайте смотреть основную характеристику месяца. В основном в этом месяце у вас происходит очищение, освобождение. Освобождение от чего-то ненужного, от неприятного, от ненужных людей, от ненужных навязчивых мыслей, от ненужных каких-то дел. От ненужных вещей. То есть полностью идет чистка и очищение. Также показывает, что в этом месяце вы будете отгораживаться от окружающих. Вам захочется поменьше с кем-либо контактировать. Карты говорят, главное не уходить сильно в себя. Может быть вы немного приболели и в этом месяце вы уделите внимание своему здоровью, будете проходить лечение. Но метафорическая карта говорит, что вы пока, может быть, немного запутались, не понимаете, куда вы идете, неизведанность, неизведанный путь. Пока ищите себя. Давайте смотреть работа финансов. Опять же показывает, что вы в этом месяце на работе будете стремиться к знаниям. То есть будете изучать какие-то конкретные вещи, которые связаны с вашей работой, с вашим бизнесом, потому что у вас недостаточно информации. И вы будете это все изучать, чтобы вам было легче дальше работать, дальше продвигать свой бизнес. Иногда вы можете уходить в себя, то есть отстраняться от людей, потому что вам нужно сконцентрироваться и понять, что делать дальше. И, конечно, будете постараться мудро и правильно. Также у вас, возможно, будет борьба с другими людьми, возможными конкурентами, которые используют те же методы, что и вы, но имеют противоположное мнение. В большей степени это будет открытое столкновение с равными соперниками. Возможно, будут перемены на работе, в бизнесе, которые не пойдут легким путем, для них придется приложить усилия, преодолевая себя и жизненные трудности. Соперничество будет для вас полезным, которое позволит испытать свои силы и укрепить уверенность в них в случае успеха. В финансовом плане никаких пока изменений не будет. То есть, как раньше был у вас доход, пока он таким и останется, потому что показывает, что вам нужно что-то понять, что-то изучить, чтобы продвинуться дальше, увеличить свои доходы. Вам не хватает информации, возможно, опыта, знаний, умений, навыков. То есть, вы сконцентрированы сейчас над этим. Давайте дальше смотреть личную жизнь. В личной жизни нам показывают последствия. То есть, вы будете сейчас принимать ответ от своих действий. То есть, как вы поступали, так вам и приходит отдача. По большей вероятности, все показывает в лучшую сторону. Сердечные дела действительно будут складываться замечательно. То есть, вы получите взаимность от человека, которому проявлялись и уделяли много внимания, заботы, тепла, радости. То есть, вам человек ответит взаимностью. Если мужчина смотрит, то женщина для него много значит. Очень красивая, умная, привлекательная. К ней тянутся люди. Она умеет справляться с делами, как с домашними, так и на работе. К ней притягиваются люди, смотрят на нее, обращают внимание. Она следит за собой, за своим здоровьем. Если же для женщины, то это как раз вы. Вы будете обращать на себя больше внимания, уделять больше времени себе. Займетесь также своим здоровьем, своим внешним видом. Может, захотите что-то улучшить. Пойдете, не знаю, в парикмахерскую, в спа, на шоппинг. То есть, будете много времени уделять себе. Так, давайте смотреть. Дальше на что нужно обратить особое внимание. Обращать внимание нужно на какого-то мужчину, который часто передвигается, часто находится в дороге, ездит. Возможно, этот мужчина ваш родственник, может быть муж, друг, любимый, либо же это человек, который должен вам принести какую-то очень важную, нужную информацию. Ну и обращать внимание на что-то новое, которое вступает в вашу жизнь. Иногда вы можете принимать спонтанное решение. Можете поступать необдуманно, неожиданно. То есть, на это нужно обратить внимание. Все-таки стараться делать обдуманные поступки. Давайте смотреть дальше. Что уходит? Уходят от вас какие-то неприятности, проблемы, какие-то неприятные хлопоты, заботы. Может быть, ненужная трансформация, обновление, что-то новое пришло для вас, это не очень приятно. То есть, это от вас уходит. Может быть, какая-то тревога, разочарование, депрессия, может быть, была потеря какая-то. То есть, возможно, вы чувствовали, что вас бросили, а вам не помогают. То есть, вы находились в таком состоянии. Так вот, это от вас уходит. Давайте смотреть, что приходит. К вам приходит некий какой-то третий фактор. Это могут какие-то обстоятельства быть. Может быть, какие-то непредвиденные дела всплывут. Что-то третье вмешается в вашу жизнь. Не исключено, конечно же, любовный треугольник. Какие-то люди начнут вмешиваться в ваши отношения. Такое тоже может быть. Но вот показывать что-то неожиданно еще всплывет в вашей жизни. Также попадает на успех, эмоциональное удовольствие. Любые цели, которые вы намечаете, могут воплотиться. Может исполниться какое-то ваше желание, которое вы давно хотели осуществить. Также вас ожидает очереда приятных событий. Возможно, вы проведете хорошо время в компании, в дружеские посиделки. Будет у вас атмосфера веселая, беззаботная. Ну и совет карты. Давайте смотреть. Карты вам советуют выбирать всегда в правильном нужном направлении. Слушайте свое сердце, свою интуицию. Она вам подскажет, как нужно и лучше поступить. Выпала развилка. То есть вам нужно будет что-то выбирать. Ну и звезда выпала. Это всегда показывает надежду. Нужно всегда надеяться на изменения к лучшему. Этот аркан символизирует восход солнца. Но рассвет только-только наступает. Вот это говорит о том, что у вас могут возникнуть какие-то новые идеи, которые вы сумеете воплотить в жизнь. Будьте уверены, что скоро наступит лучшее будущее. Мечтайте, стройте планы. Ну и метафорическая карта говорит, что старайтесь быть в гармонии с миром и самим собой. Смотрите на все дела, заботы в глубину, на отношения, на работу. Старайтесь полностью прочувствовать все то, что для вас очень важно. Не поверхностно, а полностью прям углубляться во всем. Ну вот так вот нам показали карты. Спасибо за просмотр. Всего доброго. Спасибо за просмотр.